Смесь В 96-м, когда я родила Валерку, тогда вообще смеси не было Я Геркулес кофемалом, молочком запаривала и кормила его Геркулеса кашей В 99-м, когда родила Инку, тогда тоже отваривала Геркулес, потому что в то время не было Да, в 2002-м, когда Аленку я уже родила, тогда уже были смеси, памперсы Малютка Да, здесь было намного легче А Ярослава, когда в 2012-м, тут уже вообще прогресс шагнул вперед Ну, а потом, собственно, прикормы начались А вот сколько прикормы начались? В 6 месяцев грудной скамин, для меня кажется, что 6 месяцев это самое нормальное, что после 6-ти вводить прикорм Если на грудном, если на искусственном, то, конечно, там врачи, ВОЗы рекомендуют пораньше Я сгода взяла, но, во-первых, я знала корову, потому что у меня у всей крови Слава этой женщине Мама, я вас люблю У нее свое хозяйство, то есть свое мясо, свои яйца, свое молоко Вот, год и три было ребенку, мы начали ему кипятить молоко Ну, я с 5 месяцев давала Аленке ничего, жиденькую не говорила На самом деле, я не считаю, можно навязывать свое мнение, но у каждого свое мнение Я своего ребенка, вот я и говорю, манку я ему ввела в 2-2,5, это мое было решение В 2-2,5 года, да Потому что, ну, я считала, что она бесполезна лучше, я ему дам кашка с пользой с витаминками, чем он просто будет щеки наедать Не, мне кажется, там грудное скармливание, там иммунитет лучше, чем при искусственном скармливании Не зря это природой заложено, в конце концов, это все-таки близость мамы с ребенком, в конце концов, контакт психологический, они ближе друг к другу По мне, так отказываться от грудного скармливания самой, вот, честно, не из-за того, что там у тебя проблемы какие-то, а чисто, потому что ты считаешь, что вот так вот твои прихоти надо Но это идиотизм, это глупо просто, наоборот